Вот тоже такая, знаете, вроде бы, не могу сказать, что рецессии, но вот эта скучность, которая убивает и сосочки, и гигиену, и все, но сейчас пациентка с гигиеной справилась, что очень приятно, она как-то так стала получше. Все то же самое, тоннеллировали, тонкий биотип, вертикальный разрез. Здесь, кстати, к вашему вопросу, вот, обратите внимание, у нее уздечка, видно, да, на этом слайде, да, движение, и мы сразу ее тут тоже рассекаем. Мобилизация. Это капли Бонда, чтобы они вас не смущали. На Дисне так сфотографировались. Композитные швы, трансплантат, ТМО. Вот, кстати, то, что вы просили. Вот так он доэпитализируется. Ну, нет, у меня нет такой мануальных навыков, пока я буду стремиться. Колбасы я режу одним движением. Ну, 0,8-1, зависит от биотипа, может быть и тоньше. У кого-то вообще есть пациенты, у них там невыраженные, либо зальные, или еще какие-то слои. Ну, когда здесь, в данной ситуации, у нас не должна скучать скучность зубов. А что мы с ней будем делать? Я не знаю, она утверждает нарушение, там, трофики, питания в этой области при скучности зубов, да, там. При скучности зубов. Ну, я бы не сказала, что при такой скучности, как-то трофика, нарушать пациентке вся с лишним лет. Это однозначно, ортодентия она делать не будет, если она уже ее не сделала до этого. Вот, а рецессия ее беспокоили именно с точки зрения чувствительности, на самом деле. И у нее там постоянный такой хронический воспалительный процесс от того, что не дочистить, ничего. Но с момента, как мы прооперировались, самое интересное, она стала намного лучше ухаживать за собой. Может, действительно, вложения в себя так работают? Я не знаю. Доктора, я сейчас вас на секунду верну к предыдущему случаю тоннельному. А как, Саня, не влюбился, спасибо. Не уходи. Обратите внимание, это то, что я вам хотела показать. Вот это исходное значение. Ага. А вот это парадентальная карта, которая заполняется на каждого пациента, где мы регистрируем все параметры. Это глубина рецессии, толщина кератинизированной десны, ширина кератинизированной десны, расстояние от режущего края до десны и глубина зубодесневого кармана. И такая карта позволяет вам наблюдать этого пациента столько, сколько вам нужно. Вот эти графы можно туда увеличивать и так далее. И смотреть, какая у вас динамика, что поменялось в лучшую и в худшую сторону. Но, опять же, возвращаясь к вопросу о зубодесневом кармане, ни у одного пациента значения вот здесь после операции больше трех нет. Я могу даже завтра принести папку с этими картами. Можете почитать, смотреть и увидеть, что ни у кого такого нет. Вот такая карта заполняется абсолютно на каждого пациента. Это позволяет вам анализировать и сам процесс, и как у вас с пациентом все это меняется, да, и какая динамика, и насколько результативны ваши действия. Да, да, файлум со стопером. А все остальное просто градуированным зондом очень измеряется без всяких. Сейчас мы просто пролистаем. Нет, вы знаете, что плазмолитинг дает прирост без всяких цепочков, а ее можно объединить с тенолог? Я плазмолитинг вообще не говорила, что он не дает ничего. С одной стороны, тенолог положили, да, а другой плазмолитинг. Я не делала такого. Нет, вы делали спонтартного. А, спонтартного, извиняюсь. А если сделать и то, и то в одну сторону, ну, как бы... Что и то, и то? Ну, и трансплантат, и мембрана. Так, ну, вы нарушите питание для трансплантата. Нет, ни в коем случае. Только одно что-то. Конечно. Вот, а это пациентка, которую, да, мы смотрели с вами свисты, вот с этой верхней челюстью. А вот ее состояние через 3-4 месяца. Вот таким образом ведутся эти пациенты, заполняются блоки. Соня, а остальные, ну, давай я отсюда тогда уже дочитаю. Ах, хорошо, если вам тут удобно. Мне все равно, какая разница. Это мы с вами все посмотрели. Нет, мы ставим в одну сторону тему, другую трансплантат, или везде тему. Одно на другое сэндвичи там мы не производим. Конечно. И сосочки выроста. Но если было пластика, это все-таки нельзя. Ну, как это он так и называется, это висты так и переводится. Только это не вистебуло пластика, это именно метод. Метод висты, который придумал доктор-профессор Хамаза Дэ. Все. Он не может называться вистебуло пластика, потому что у него есть название. Как вистебуло пластика называет, например, у меня нет, да? Да. Ну, там три, может быть, разница. Два-три, да. Хорошо, улыбаный знает про этот пример, он же тоже сказал, что переводится. Ну, хорошо, хорошо, я... Нет, ну, это значит только, да, это есть человек, который этот метод разработал, предложил и назвал. Он даже не назвал это своим именем, он просто этот метод. И назвал вот так, как он имел в виду. Почему нужно теперь это приписывать каким-то вот этим проходимцам, которые вещают с фейсбука? Извините. Забыла на чем. Ушили. Все то же самое. Вертикальный шов, композитный, кристаллобразный. Снятие шов. Обратите внимание, вот это мой просто такой анализ и замечание. Вот у очень многих пациентов именно на нижней челюсти зона вертикального разреза и ушивания потом дает вот такой небольшой тяжик. Он не критичный, с ним ничего не происходит, поскольку есть прикрепленная десна. Ну, вот такое действительно есть. Вот на верхней челюсти такого ни у кого у меня с пациентом нет. Но внизу, по всей видимости, эти ткани тоньше, более склонны к рубцам, к образованию. И вот иногда бывают на нижней челюсти вот такие вот мероприятия. Наверное, такое бывает нужно растягивать. Наверное, да. Ну, так уже вот он потихонечку посимпатичнее становится, но все равно. Но мы добились то, что мы хотели, мы все это перевели куда нам нужно. Рецессию устранили, сосочки максимально как могли так подтянули. Субтитры сделал DimaTorzok